Нашли преступников за сутки. Запорожские правоохранители задержали злоумышленников, которые повредили электроопору в Великобелозерском районе. По информации Управления Министерства внутренних дел в Запорожской области, для расследования была создана усиленная следственно-оперативная группа. Подробности далее. За моей спиной находится старая опора, которая была повреждена вандалами. Разбирая металлические конструкции, срезая углы и выкручивая болты, злоумышленники относят их в нелегальные пункты приема металлолома. Последствия таких действий могут быть очень плачевными, но, к сожалению, это никого не останавливает. Доказательством служит ЧП в Великобелозерском районе. Там трое мужчин разобрали электроопору высокого напряжения. В результате опора магистральной линии 700 кВт упала на землю, вследствие чего мощность Запорожской атомной станции снизилась на 40 мегаватт. Сейчас представителями Днепровских энергетических систем ведутся аварийно-восстановительные работы. Преступление было раскрыто в течение суток. Злоумышленники задержаны. Лицами, совершившими данное преступление, оказались три местных жителя Великобелозерского района. Ни один из них официально нетрудоустроен. Двое ранее судимых за совершение корыстных преступлений отбывали наказание в местах лишения свободы. Теперь охотникам за металлом грозит от трех до десяти лет тюрьмы. Кроме того, в ходе проведения судебного следствия были изъяты вещественные доказательства, а именно похищенные элементы указанной металлоконструкции в месте сбыта, куда преступники передали похищенное имущество. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК Украины в отношении лиц, которые приобрели указанные металлоконструкции. Украденные фрагменты злоумышленники сдали в пункт приема металлолома. В этом году уже возбуждено пять криминальных дел и составлено 15 административных материалов. В ГУМВД Украины в Запорожской области обращаются с просьбой сообщать о деятельности пунктов приема металлолома по телефону, который вы видите на экране.